Я предлагаю, чтобы мы начали подготавливаться к Песаху. Мы закончили Геулят Пурим, которое было наше избавление от страшного, которым могло бы быть, не дай бог, если бы не было вот этого чуда сестер. И мы сразу идем на Геулят Мицраин, на избавление Египта. Конечно, хронологически, исторически выход из Египта был гораздо раньше, но по календарю еврейскому Пурим, он раньше, чем Песах. И я бы сказал, что Пурим – это праздник, который мы видим Бога, даже когда он неявные чудеса делает с нами. Но мы прекрасно понимаем, что это рука Всевышнего. И сразу этого мы стремчаемся с Песахом, который исторически это были чудеса сверхприроды. И это тот же Всевышний, тот же Всевышний, который делает сверхъестественные чудеса, тот же Всевышний делает и вот эти скрытые чудеса. И я бы хотел сегодня, с вашим позволением, начать со смысла этого праздника. Мы знаем, что мы, я бы сказал, наш день рождения – это праздник Песах. То есть мы, как нам сама Тора говорит, что мы были, наша мама – это Египет. Мама – Египет. То есть мы, когда, я знаю, там развивались в Египте, это так, как и, я знаю, там развивается ребенок в утробе своей матери. У него личного своего ничего нету. Он полностью, я знаю, там битулировается, аннулировается, находится в утробе маме. У него нет никакой своей личности. Также еврейский народ. Никакой личности у нас не было, когда мы были в Египте. Мы были полностью под египтянами. Это действительно так и написано, да, что выход из Египта – это такой, как будто бы Всевышний нас родил. Это рождение такое. Так что даже если бы не было никаких чудес, мы родились бы обыкновенным образом, без никаких там чудес, знамений, казней и так далее, это тоже великое. Потому что здесь родилось что-то новое, абсолютно новое, новая идея, новый народ, новый уровень, который, уровень я имею в виду всего человечества, не только еврейского народа, который произошел, когда еврейский народ, в общем, родился. Это день рождения еврейского народа. Кстати, в скобках хочу вам сказать, это не просто так. Мы так готовимся к Песаху и все чистим, все там убираем, чтобы не было никакого, не нашли никакой крошки хамца, то есть что-то квасного. Не дай бог, чтобы убрали все из дома, продали то, что не нужно. Это все очень, потому что это рождение. Когда рождается ребенок, должна быть там полное все стерильное. Мы рождаемся. Еврейский народ выходит и рождается. И это не только, мы посмотрим, исторический момент, который произошел тогда. В какой-то степени это происходит каждый год. Но я сегодня хотел с вами обратить внимание на большой спор, и он халахический момент, который тоже касается нас. Написано в Шумхана Рухи. Сегодня у нас есть две заповеди по закону Торы, которые мы с Божьей помощью на пасхальном седере будем выполнять. Закон по закону Тору. Во время, когда существовал храм, было больше заповедей. Во время существования храма кушали пасхальное жертвоприношение, мясо, ягненка пасхального. Кушали горькую зелень, которая была по закону Торы обязательно. А сегодня у нас по закону Торы, это только заповедь, рассказ о выходе из Египта. Это одна заповедь. И вторая заповедь, это кушать мацу. Кушать мацу. Правда, все семь дней праздника мы кушаем мацу. Но заповедь обязательная, которая у нас есть, это только в ночь в пасхальный седер. То есть остальные дни, если ты не хочешь кушать мацу, хамец нельзя. Нельзя квасное. Но ты не хочешь кушать мацу, ты хочешь кушать овощи, фрукты, рыбу, мясо, пожалуйста. Ты не обязательно тебе кушать мацу. Но в ночь пасхальную обязательно каждый еврей и каждая еврейка должны кушать казаи, как маслину, как минимум мацы в эту ночь. Замечательно. Сейчас есть интересный, очень большой спор. Мы знаем, в конце пасхального седера, и это не только касается конец седера. Это даже, может быть, у многих семей, которые много рассказывают про выходы из Египта, они тоже входят в эту проблему. Есть, поймите, у нас, у евреев, есть очень четкие правила и законы, как выполнять любую заповедь, любую митцву. Это не как тебе кажется, потому что наши митцвы – это не какой-то фольклор. Ну, надо это сделать, так мы и делаем. Нет, должна быть маца, как она делается, с каким намерением она делается и так далее. В общем, можно ли, чтобы маца чуть-чуть было там повкуснее, можно ли добавить в эту мацу яйцо и там в это тесто или нет. Все есть четкие законы. Что можно, что нельзя. Ты не можешь делать, что хочешь. То же самое нам сказали, что вот эту мацу ты должен кушать ее определенное количество за определенное время. То есть ты не можешь кушать, например, я знаю, там 100 грамм мацы за три часа. Чуть-чуть поел, отдохнул, еще чуть-чуть поел. Нет, есть время, когда ты должен съесть казаид. Казаид – это как маслина. Ну, это приблизительно пол машины и мацы. Ты должен его съесть за четыре минуты. Есть такие, которые говорят, за две минуты боли устражают. Ты не можешь это съесть. То есть есть четкие правила, как ты выполняешь эту митцву. Многие мне задают вопрос, ну какая разница Богу? Какая ему разница, как я это делаю? Так я делаю, так я делаю. Смотрите, в нашей жизни тоже, если ты кому-то посылаешь имей, мейл посылаешь, и ты поставил точечку не туда, он не дойдет до своего назначения. Ты набрал номер телефона и перепутал какой-то цифры приблизительно, ты не дойдешь до этого назначения. Творец, поскольку он творец, он знает прекрасно, чтобы это дошло, чтобы это повлияло и так далее. Он тебе четко сказал, как это делать? Поэтому, конечно, у нас есть свобода выбора, как я все время говорю, как говорит Зоар Акадош, и той Зоар, что эти митцвот все Всевышний нам дал, это имеется в виду Эцот, это советы, которые дал нам Всевышний. Так есть у нас закон, до какого времени мне надо кушать мацу в пасхальную ночь. Здесь Шухан Арух говорит про афикоман, поскольку у нас начинается седр, сначала мы говорим кедуш, потом мы берем зелень, обмакиваем его, и тогда есть у нас целый порядок, который составляет 15 таких подъемов. 15 подъемов, и когда мы переходим, что я имею в виду 15 подъемов, это хамешистра симонин, это такие знаки, которые наша пасхальная хагада, которую мы обязаны ее прочесть, объяснить другим, и, в общем, пережить все, что там написано. Там есть 15 пунктов, которые мы должны, и, конечно, каждый пункт поднимает нас наверх, и наверх, и наверх. Хорошо, замечательно. Так сейчас, до какого времени мы можем кушать вот эту мацу? Так есть у нас после трапезы, Аллаха говорит, что надо съесть мацу. То есть после того, как мы уже сели весь седр, покушали, там нам подали, подали рыбу, подали суп с крейдлахин, с клетками, подали, я знаю, там, рыбу, мясо и так далее, картофель. Все замечательно, все поели, дали нам десерт даже какой-нибудь сладенькое, что-нибудь. Но Аллаха говорит, что последнее, то, что я должен кушать на этой трапезе, это опять маца. Почему я должен кушать последнее? В этом есть у талмудических авторитетов два мнения. Либо это, чтобы вкус вот этой мацы у нас остался, чтобы мы пошли спать со вкусом мацы. Это очень важно. Поэтому после мацы – это последнее, то, что мы поели. И после него даже нельзя, можно пить воду, но нельзя ничего кушать, потому что мы хотим, чтобы с этим вкусом мы еще остались. Так говорит нам гумара. Либо это в память о пасхальном жертвоприношении, который был у нас в храме, что пасхальное жертвоприношение кушали в конце трапезы, кусочек мяса. И тоже мудрецы нам хотели сказать, вот сегодня у нас нет пасхального жертвоприношения, но в память этого пасхального жертвоприношения мы поменяли вот этой мацой, которую мы кушаем последнюю, поэтому кушаем это в конце. Но до какого времени это можно кушать? До какого времени? Так в этом приводит нам в Талмуде, и в трактате Псахин, и в трактате Брахот. Есть два мнения. Есть мнение Раби Эль-Азар бен-Азарья, до какого времени? А есть мнение Раби Акива. То есть, давайте сейчас посмотрим. Мы сейчас будем говорить, да, сегодня это нафкамин, сегодня у нас нет пасхального жертвоприношения, сегодня у нас осталось только маца. Так от этого будет у нас зависеть, потому что если это соответствует пасхальному жертвоприношению, да, так мы должны кушать до какого времени вот эту мацу? Так приходит Раби Эль-Азар бен-Азарья, так выходит. Он говорит до полночи. То есть, мы должны посмотреть, когда полночь у нас будет, когда у нас будет Лелоседер. До этого времени я должен скушать мацу. После этого времени мне запрещено. То есть, не даже запрещено, ты не выполняешь уже заповедь. Заповедь кушать вот эту мацу, она до полночи. Раби Акива говорит, ничего подобного. Я могу это есть до рассвета. До рассвета, до утра. Нет проблемы, чтобы до рассвета я кушал эту мацу. Шурхана Рух, да, Шурхана Рух нам пишет следующее. Я читаю вам Шурхана Рух, симан Таф Айн Займ. 477 параграф, Шурхана Рух, ораха им законы Песаха. И он пишет так. Мы закончили, мы уже кушали мацу, кушали трапезу и так далее. Но в конце мы должны тоже покушать мацу. И вот Шурхана Рух нам пишет, леохар гемар кола суда, охли мемеца шмуран, тахат амапа казаит, кола ха. Каждый должен покушать казаит. Шурхана Рух пишет, И потом написано Так же, как и Песах, Корбан Песах, Шурхана Рух пишет, тоже он ел, ели его, когда мы были, в принципе, уже сыты. То есть не то, что сыты до такой степени, что ты ничего не можешь в рот взять. Имеется в виду, что сыты уже, и кушали Корбан Песах. Кушали Корбан Песах. Это в скобках, я хочу сказать, мы это, может быть, поговорим, может быть, как-нибудь в другой раз. Но есть еда, которая, она необходимая. То есть человек голодный. Человек голодный, хочет поесть. И тогда ему, в принципе, ну, не так важно, что он есть. Потому что он голодный. Он хочет быть сытым. Да, не так важно. А есть еда, когда ты уже сытый. Когда, в принципе, ты уже не такой голодный. И ты кушаешь, это еда уже наслаждения. Ты кушаешь для того, чтобы получить удовольствие. Да, когда ты голодный, ты тоже получаешь удовольствие. Да. Но когда ты голодный, тебя интересует голод, не удовольствие. А когда ты уже сытый, ты кушаешь, дают тебе там, я знаю, дают тебе там десерты какие-то, дают еще какие-то порции. Ты уже кушаешь это для того, чтобы получить удовольствие. И вот поэтому написано, что Курбан Песах, пасхальное жертвоприношение, которое символизировало нашу свободу, мы не ели ее вначале, когда мы голодные, потому что голодное это символизирует рабство, а когда мы кушали, это уже в конце, когда мы уже кушаем это мясо для удовольствия, мы не голодные, это херут, это настоящая свобода. Это то, что было, когда был в храме. Так сегодня вернемся. У нас нету пасхальное жертвоприношение, но вместо этого нам Шурхан Арух нам сказал, что мы кушаем в конце вот этот кусочек мацы, казаи, казаи, это половина мацы машиной приблизительно, здесь такие облегчают чуть меньше, но половина мацы, скажем, он должен съесть его, облокотившись на левую сторону, как мы пьем и четыре бокала, как мы пьем, мы кушаем мацу тоже и так далее. В начале мацу, который мы кушали, тоже облокотившись на левую сторону, да, это тоже дэр херут считается, это путь такой свободный, расслабленный такой путь, я не скованный, там обслуживаю кого-то, я наоборот расслабляюсь, кушаю это таким образом. Замечательно. И Шулхан Арух говорит, это надо в иез захир, и будь осторожный, Шулхан Арух говорит нам, ле ухло кодем хацот. И говорит нам Шулхан Арух, я тебя прошу, будь осторожный, кушать это до хацот. Это вообще интересно, Шулхан Арух обычно пишет Аллахот, пишет законы, так или так. Здесь он как будто написал, слушай, будь любезен, будь осторожный до хацот. В принципе, есть мнение, которое говорит, что можно, как я сказал Раби Акива, до всю ночь, то есть до рассвета, но лучше, как Раби Назар, Раби Назарьян. Раби Назарьян говорит так же, как и Корбан Песах, кушали... до хацота, так же и вот это, кусочек мацы, который сегодня это в память, в пасхальное жертвоприношение, покушай его до полночи, будь осторожен. Это то, что написано в Шулхан Арух. Давайте сейчас посмотрим, я хочу с вами сегодня получить Аравкук. Аравкук, который приходит и говорит, вот в чем суть спора. Понимаете, мы сейчас с вами приходим и говорим, да, говорим, вот один сказал, Будрец сказал так, другой сказал так. Ну, что здесь происходит? Какая идея есть в этом халахическом споре, и который сегодня, этот халахический спор, актуален для нас? Один приходит и говорит, нет, надо кушать мацу или пасхальное жертвоприношение. Всю ночь ты можешь его кушать, как Раби Акива. Другой говорит, нет, всю ночь нельзя, ты можешь только до полночи. О чем идет речь? Давайте посмотрим то, что говорит Аравкук. Гмара говорит, Амара би Аба, Аколь мудим кишенигалу Исраэль мемицраин лонигалу элеба эрэф. То есть, как я объяснил, пасхальное жертвоприношение, оно символизирует свободу. Свободу. То есть, как я сказал, что мы были полностью подчинены и, как я сказал, были в утробе, у нас не было ни своего, ни своей личности, ни своего я и так далее. Так, когда вот это рождение началось, тогда, до этого времени, мы кушаем Курман Песах. Так, приходит Гмара говорить, что Аколь мудим все согласны и рабе Акива, и рабе Илазар беназарья, что исторически, когда вот смотрим исторически, что произошло, когда произошла наша свобода. Так, написано так. Аколь мудим шенигалу Исраэль мемицраин ло мигалу элеба эрэф. Ох, здесь приходит Гмара и говорит, ты знаешь, когда у нас была свобода, когда у нас пришла Геуля избавление, вечером, ночью, ночью у нас была свобода. А если, можете представить себе, пришли бы там, не знаешь, там, видеооператоры и снимали выход из Египта ночью, что бы там увидели? Увидели евреи в Египте, никакой свободы. Они продолжают жить там, где и жили. Но здесь у нас написано, что Геуля избавления было ночью. А когда реально мы вышли из Египта, то есть мы своими ножками вышли реально из Египта, это все согласны исторически, это произошло рано утром. То есть здесь никто не спорит, что Корбан Песах, пасхальное жертвоприношение, оно символизирует свободу, как я сказал. Оно символизирует свободу. И почему оно символизирует свободу? Ну, в двух словах я скажу, это не наша тема, потому что мы должны понимать, что овен барашка для египтян это было божество. Представляете, это божество для них. И когда евреи вот это божество берут и убивают и размазывают его кровь и целиком его жарят, чтобы запах этого баранины был во всем Египте. Вы представляете себе евреи, были такие, которые сказали, что с ума сошел что ли? Мы здесь рабы. Нет, мы стали свободными. Это символ вот этот шаг, что мы способны, что у нас есть на это силы, это делало нас свободными людьми. Поэтому жертвоприношение пасхальное, вот этот шаг, потому что я делаю не то, что мне скажут египтяне, мне неудобно, мне неприятно, мне как все, и так далее, я же нахожусь в таком обществе, а я делаю то, что мне Всевышний сказал. Может быть, я этого не понимаю достаточно, может, да, понимаю, да, нет, это имеет значение. Я свободный человек, потому что я делаю по-настоящему не то, что мне диктует общество, а то, что диктует мне Всевышний, и то, что диктует мне Всевышний, он же знает мою структуру моей души, это по-настоящему то, что я хочу, это делает меня свободным. Всевышний, мы не выполняем капризы Всевышнего, не дай Бог, а если Всевышний, как я сказал, нам советует делать это, он говорит, слушай, это то, что для тебя хорошо, это то, что, да, и, конечно, это сделало нас свободными. Замечательно. Так физически, мы действительно физически вышли из Египта когда? Утром. Но когда мы стали свободны, когда мы стали, это все происходило кенгеуля адхатсо. Смотрите, что пишет Аравкук, это очень важный момент, и здесь он отвечает на какие-то вопросы, которые он, в принципе, не задает, но мы их подчеркнем и зададим. Что такое геула? Что такое когда мы говорим геула? Когда мы говорим геула избавление из рабства на свободу. Да? Из рабства на свободу. Это действует на это действует на целого народа два момента. Двум аспектам. Когда я говорю геула, когда я говорю избавление народа, есть две вещи, которые действуют на народ. во-первых, первое, хо-хо-вэш апневмий шемаргиш бенапсо итром мемут, ше-я-ца меклэль шифлут, ав-дут, вен-а-са бен хорин ва-ад-дон ле-ац-мо. Пишет Араф Кук первое то, что происходит это хо-вэш апневмий это свобода внутренняя эту свободу как я вам сказать никто не увидит никто не заметит но она внутренняя у тебя вот этот хо-вэш апневмий что ты господин самому себе не египтянин он господин над тобой а я свободный человек вот это чувство это чувство свободы да мы знаем что были я знаю там рассказывают про Натан Шаранского да когда он сидел в советской тюрьме да он рассказывает в своей книге что он хотел быть постоянно свободным учить в тюрьме но хотел быть свободным он не делал то что ему говорят он сам себе решает что делать понимаете это свободный человек да это первое то что требуется над каждым человеком не кто-то мне будет говорить как вести себя а я чувствую это не то что я решаю я чувствую свободным хорошо ты чувствуешь что ты свободный замечательно но ты извини меня в тюрьме ты ни на кого ничего не можешь повлиять ничего не можешь сделать ты свободный хорошо аплодисменты такому свободному человеку да свобода это первый шаг вот это твое чувство но есть второй шаг второе говорит это быть свободным народом который который действует который влияет который может не только быть подчиненным и принимать а может дать свое слово человечеству это свободный человек рабы это не авторитет кто их будет служить а здесь кроме того что чувствуешь себя ты хочешь еще повлиять это два момента которые делают народ свободным во-первых чувство внутреннее и чувство которое внешне я могу повлиять убы израэль это вообще со всех народов убы израэль в народе израэля кроме вот этого великого который есть вот эти две вещи которые символизируют свободу кроме этого в еврейском народе невозможно невозможно нет такого варианта чтобы ты влиял без того что у тебя существует вот это внутреннее так говорит аравкук бы израэль одьёте одьетер сет лишне эле еще есть больше чего там вот этот свобода внутренняя это полноценность твоя потому что еврейский народ если только хорошо ты чувствуешь свободу а какое твое предназначение мы же должны быть понимаете человек чувствует себя психологически не дай бог человек который видит что он не реализовался в жизни или что-нибудь такое это часто психологические проблемы да он мог бы достичь чего-то не достиг этого так для еврейского народа свобода она необходима чтобы реализовать себя то есть это конечно у каждого есть такое может быть есть народы которые у них нету может быть они предназначены чему-то другому но здесь говорит то есть это к душа амидот вот это качество амидот качество человеческих качеств в Торе в заповеди в мудрости Торы это может быть реализоваться полноценным образом только когда существует вот этот хофеш когда существует вот эта свобода избавление это внутри это что-то касается уважаемые что-то касается интимное внутри нашего народа а есть есть хофеш хицони есть хофеш хицони внешне мы же сказали должно быть возможность повлиять я сапэру говорит пророк этот народ я создал зачем вообще много раз мы говорили об этом да зачем вообще всевышний создал этот мир говорит рамбан в нескольких местах он говорит из-за двух причин это воля всевышнего вы можете понимать это не понимать это но рамбан приходит и говорит не знаю почему это нужно всевышнему но так он говорит а что все понимали что есть творец б что творец связан с человеком связан с тем творением которое он сотворил две вещи то есть для этого он создал мир то есть весь мир все миллиарды людей да все что обслуживает человечество да это животные там все творения которые есть в этом мире вся реальность вокруг для чего для того чтобы человек понял что есть сознание есть творец этому миру раз этот мир он не как-то сам по себе или он там древний он всегда был или какой-то взрывом есть творец который создал этот мир и второе есть такие которые говорят хорошо я верю что всевышний сотворил этот мир кто-то сказал что он связан с этим второе есть связь постоянно всевышний наблюдает и он самый главный самый лучший менеджер этого мира который в общем все следит за всем и нету ничего случайного в этом мире точка все это для этого был создан ментак говорит Роман а это это же это же цель это же цель этого миру а кто будет заниматься с этим то есть кто будет тот который будет нести вот этот цвет всевышний выбрал Авраама и его потомков то есть Авраам и его потомский Ам-Исраэль еврейский народ они предназначены для этой цели вести вот этот цвет божественно всему человечеству и говорит Аравкук для того чтобы нести вот этот цвет требуется свобода потому что если ты закрыт в гету и тебя ненавидят и тебя бьют и тебя гоняют и тебя сжигают каждых камерах так как ты можешь привести этот цвет но это второе которое ты должен делать это высказывает твою свободу это определяет твою свободу и то что еврейский народ уже слава богу говорит Аравкук он много сделал ради этого вот этот цвет по сравнению языческим миром который отставал от всего божественного и он сегодня там продвинулся с тем то что евреи то есть не только евреи весь мир и мусульманский мир и христианский мир верит что есть творец этому миру что сами сегодня как-то наблюдали да ну каждый комментирует по-своему но это уже не как язычество это уже вперед да говорит Аравкук да мы много сделали ради этого но когда это игомер когда вот этот тахлит когда вот этот свет дойдет до всего человечества а это наше во-первых должно дойти до нас это тоже очень важно сказать что к сожалению пока это не дошло до всех нас но это дойдет до всех нас да и по параллельно мы влияем на все человечество то есть приходит говорить что полноценным образом что вот этот свет распространялся как я сказал внешняя наша свобода поэтому это так независимо так здорово что у нас есть независимое государство наше свободное потому что только через независимое государство верить Исраэль вот этот свет он может влиять откуда я это знаю это было сказано нашему первому нашему отцу нашему отцу который было ему сказано лех леха иди в эту страну и потом с этой страны благословляться все племя на земле то есть еврейский народ когда он находится на своей земле независимый свободный у него есть возможность влиять на все человечество это внешнее но есть внутреннее поэтому гомора приходит наше избавление уважаемые разделилось на две части до сих пор есть вопросы до сих пор потому что мне давали замечание что не даю вопросы да если есть вопросы пожалуйста задавайте кто слышит меня поэтому когда мы говорим что вот вот это избавление из Египта избавление Египта оно поделилось на две части одна часть сейчас мы посмотрим она была что-то внутреннее у каждого из нас незаметное если как я сказал видео операторы снимали эту свободу ничего бы там не увидели мы увидели бы таких же евреев можно сказать а есть физически реально мы вышли из Египта это уже что-то видное это произошло утром ночью произошла свобода но она закрытая она скрытая она находится в наших душах мы понимаем что мы свободный народ да кишенигалу Исраэль мимицраем а геула пнемит айта мибе эрф ты знаешь что вот это геула вот это избавление геула пнемит почему это важно то что мы говорим махрал он тоже задает вопрос говорит слушай я что-то не понимаю о чем мы отмечаем Песох вообще отмечать Песох это это неправильно почему потому что Песох это свобода мы вышли на свободу мы были независимые мы там строили потом были в пустыне потом строили свое государство как здорово это праздник свободы извиня но потом же Вавилон нам все это разрушил мы вышли в рабство вавилонское что отмечать Песох а вы продолжали отмечать Песох потом у нас было рабство я знаю там римское греческое до сих пор а почему мы отмечаем Песох если это праздник свободы это представьте себе я говорю человек который был в тюрьме сидит в тюрьме и освободился из тюрьмы и он каждый год ту дату когда она сводился из тюрьмы отмечает ее приглашает своих родственников детей и внуков рассказывает как он попал в эту тюрьму как он вышел из этой тюрьмы замечательно но потом через несколько лет он опять попадает в тюрьму так что он будет продолжать отмечать это он опять в тюрьме сейчас так почему мы отмечаем Песох мы опять попали в Галют мы опять попали в изгнание как мы можем извините меня в Освельцем когда нас гоняют отмечать Песох говорит Аравкук ты ничего не понял если ты задаешь такой вопрос ты ничего не понял что такое Песох и почему мы отмечаем его ночью потому что да это не видно внешне тебе кажется что ты находишься там за решеткой внешне тебе кажется что ты находишься в каком-то галюты внешне тебе кажется которые есть те которые разрушили твой храм и властвуют над тобой но вечно у нас осталось мы родились это что-то новое пришло в этот мир что еврей он всегда свободный внутри может быть пока не всегда есть время у него влиять потому что в Галюте и так далее но внутри никто никогда у нас это не заберет поэтому пасхальная ночь мы ночью отмечаем ночью не видно ночью как я сказал операторы это не заметят но что это не это не это 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 чувство внутреннее чувство что мы свободны никто никогда у нас не заберет и когда мы вышли не мы когда вышли из Египет вышли в как пишет Раши все видели мы не выходим как что вас никто не видел мы свободный народ но это прошло пока придет Геуляшлема пока придет полное избавление мы отмечаем пасхальная ночь изнутри чтобы мы никогда не забыли что это у нас никто никогда не заберет да есть мораль пишет может я объясню это чуть-чуть еще есть вещи которые есть у них причина почему они существуют причин например например стол возьмите стол стол я знаю а как стол появился здесь а как стол потому что есть такой специалист который он в общем столер да он сделал этот стол и этот стол он будет существовать он будет существовать даже если нет причины которые его сделали он умер тот специалист тот бастер который сделал этого стола его нету потому что он не связан с ним напрямую но есть вещи которые если его нету так она существует наша еврейская свобода она что-то это что-то внутри она не зависит от никаких причин от никаких причин она полностью идет и наша душа всегда бриллиант свободы сверкает до как нас как мы говорим на вечерней валитве по моему мы говорим всевышний нас вывел на вечную свободу как вечную уже попали опять нет ты ничего не понимаешь то что ты попал свобода твоя внутренняя никто ее от тебя никогда не заберет поэтому мы отмечаем это вот этот спор который приходит раввкук объясняет между раби лазар беназарья что конечно свобода что мы больше подчеркиваем мы подчеркиваем как раби лазар беназарья говорит это внутренняя или мы больше подчеркиваем то что мы вышли утром поэтому от этого зависит до какого времени кушают курван песах пасхальные жертвоприношения а сегодня до какого времени мы кушаем мацу последний мацу же после сына спасибо большое если есть вопросы пожалуйста готов есть вопросы да пожалуйста правда вид вот вопрос такого рода созданием государства израиль еврейский народ получил возможность полноценно влиять на мир нести ему свет торы так так к этому времени к этому времени мировые религии авраамические как бы выполнили свою миссию у людей сложилось четкое представление о единобожии получается что мировые религии выполнили свою миссию они уже не нужны спасибо смотрите хороший вопрос когда я говорю что еврейский народ должен нести свет божественным свет торы и как мы знаем что тора была дана не только еврейскому народу всему человечеству так когда все человечество поймет этот смысл кто еврейский народ поймет какие правильные морали должны существовать в этом мире потому что тора нам четко приходит и говорит какая мораль должна быть какие действия должны быть в человечестве тогда это с божьей помощью придет уже маши ах придет полное избавление но пока я этого не вижу пока мы что-то делаем конечно продвигается мир вперед по сравнению то что было раньше но еще путь велика есть еще куда идти есть что делать есть быть личным примером для всего человечества в государственных наших структурах в личных наших поведения поведения для того чтобы ввести этот мир к тому направлению ради чего всевышний сотворил этот мир но пока мы не там пока далеко не там скажите пожалуйста вот о выходе египта из египта мы каждый день должны помнить после шахариса потребляем везде везде ну каждой каждой части молитвы везде говорится о выходе египта а как именно в ночь пессаха внести коррективу или что-то чтобы мы вот особенно особенно она была особенно и чем-то чтобы она запомнилась в течение года чтобы мы ее помнили хороший вопрос действительно каждый день у нас написано что мы должны как минимум дважды дважды раз в день вспоминать о выходе из египта это что мы делаем в молитве шма и говорим потом у нас все наши праздники это все что мы делаем это в память о выходе из египта но все-таки есть у нас одна ночь которая не просто память о выходе из египта это не просто интеллектуально мы вспоминаем а есть одна ночь которую мы должны выйти из египта реально мы должны почувствовать мы должны поднять себя ну каждый день мы поднимаем своего роста и служим всевышнему да но мы должны выйти из того египта личном который мы находимся через те примеры которые у нас написано нашей пасхальной агаде это надо пережить это это не только вспоминать о выходе из египта если каждый день мы вспоминаем а в эту ночь мы должны выйти из египта и для этого это не просто так что детям вот очень много всяких законов детям раздают там конфеты детям дают это делать изменения делают это для того для чего это все вот этот спектакль как будто бы это для того чтобы вот это вникло у детей вот это они были под впечатлением и не только дети и мы тоже были под впечатлением что мы выходим мы не только интеллектуально говорим о выходе из египта я хотел если можно может быть и только сказать что всем известная песня в израиле потрясающим мире мира ариэля а варной портон а ворга мэдзе начать что в израильском еврейском израильском как бы понимание вот это вот выход из египта это действительно некоторое фундаментальное событие на которого нанизываются все остальные если мы вышли из египта дают силы предположить что мы выйдем из других мест тоже а варной портон а ворга мэдзе если я гаммэдзе это все время гаммэдзе но это как мы поговорим это действительно то что вот эта песня он ее взял из наших источников до египет это действительно была концентрация самое ужасного то что мы находились самое ужасное потом все остальные галюты не сравнить с египтом так мы закаленные полностью спасибо большое всем спасибо большое всем счастливо до свидания и mam и и Продолжение следует...